В День Знаний здесь всё по-военному чётко. Знамённая группа от Чикани Шак вынесла российский триколор. Встроенные ряды кадетов взяли равнение на знамя. Из 29 классов половина казачьих. Это почти 400 человек. Все они воспитываются в строгой дисциплине с сохранением всех традиций. С этого дня учебное заведение будет носить гордое звание региональной казачьей школы. 18-я школа – одна из лучших школ в городе Анапа. И вы должны нести этот статус. Вы должны быть лучшими. В этом году вы первыми в Анапе станете школой, которая будет носить название, статус казачьей школы. Инициатором присвоения этого особенного статуса школе стал ЕСАУЛ Валерий Кокурин. Вот уже более 20 лет он занимается восстановлением казачества. Вообще мысли и думки о том, что и в детских садах нужны группы. У нас и в этом направлении, и в том году у нас есть первая ласточка в городе, в городе Анапа – это 18-й садик, где открылась казачья группа. Этот учебный год не стал исключением. Здесь вновь набран первый класс кадетов. Надежда Сергеевичек в образовании работает 6 лет. И для того, чтобы стать настоящей наставницей в этом классе, сама вступила в ряды казачества. Для меня тоже новое. Учусь учиться тоже вместе с ребятами, конечно. Что-то узнанное новое. Мы уже были в Анапе на методическом объединении учителей классов казачьей направленности. И, конечно, мы тоже себя там чувствовали первоклассниками, я признаюсь честно. Потому что и форма, и очень, во-первых, это и красиво, и стимул есть. Узнавать еще и еще что-то новое. Неоценимую поддержку школе оказывает районное казачье общество. Особую работу проводят родители в семьях. Юровка – это село со сложившимися традициями и укладами. Вы, когда наблюдали нашу линейку, вы обратили внимание, как дети поют гимн казачий, особенно казачий гимн. И это говорит о патриотичности нашего населения, о патриотичности родителей, которые передают это своим детям. Статус казачьей школы – это всего лишь часть серьезных перемен в этом учебном заведении. Сейчас идет разработка и согласование документации на присвоение школе имени местного жителя Героя Советского Союза Иосифа Мироненко.